я не знаю какие могут быть еще варианты но если не этот то ебал я в рот такие как говорится игры попробуем 12 12 вот первая спальня открылась давай посмотрим что внутри кто придумывал эти головоломки я не понимаю я пришел к этой кокозе к этому существу рогатому копытому я рискал сука блять скажи мне какой пароль я тебе радио настроил скажи что мне нужно сделать с этими часами и он просто мекал оказывается вот это меме ме это и были те самые цифры которые нам нужно было вести в часах кстати болтаре добро пожаловать на канал мы продолжаем проходить салифейс сегодня у нас пятая по моему серия продолжаем проходить третий эпизод и наконец-таки мы заходим в первую спальню здесь кто-то есть да здравствуйте так вот для кого нужны были подгузники мистер пакертон здравствуйте думаю он тебя не слышит ты прав судя по всему он находится в каком-то вегетативном состоянии чел каков же пиздец а еще этот гадкий запах точно отсюда идет фу давай быстренько оглянемся а потом сварим так на что здесь оглядываться вот они собственно использованные подгузники во всех этих статьях говорится о смерти мистера пакертона если он мертв то кто же лежит на кровати что я хочу узнать так это то какого хрена здесь так много обосранных подгузников серьезно тип что за хуйня понимаю о чем ты меня от этой квартиры просто тошнит ты же не думаешь что она использует не 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 нафиг даже думать об этом не хочу думаю если бы секретным ингредиентом было человеческое дерьмо тот бы заметил это в лаборатории тебе не кажется думаю да без понятия вот честно давай просто поторопимся окей может быть стоит взять один из них так сказать на анализы а мистер пакертон это вы моргните если слышите меня здравствуйте мистер пакертон может быть я нам стоит достать устройство и проверить на активность да нужно это сделать юное дитя прошу помоги мне как вы вы мертвы я нахожусь посередине страдая уже кажется целую вечность это с вами миссис пакертон сделала да когда-то мы любили друг друга или я так думал да это ее рук дело пожалуйста ты должен помочь мне прервать эту бесконечную агонию мне сначала нужно узнать рецепт колбасы в колбасу боюсь тут я мало что знаю эта комната моя тюрьма гробница вечной печали я никогда не смогу выйти из этого состояния а как я вам могу помочь ты должен отключить эту жуткую машину но это разве не этого сне это положит конец моим страданиям освободит от мучений но вы уверены прошу дитя умоляю поторопись пока она не вернулась ну подожди не 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 ты не понимаешь что это такое находиться в ловушке между жизнью и смертью мою душу раздирает на куски подожди ты мне сначала про колбасу то скажи по лари это ты отключил кто это сделал ты отключил прости чувак несчастный мужик страдал ты же слышал он этого хотел нельзя было так вот да никто бы его не оставлял я просто хотел узнать из чего делают колбасу надо было его немного попытать он бы я думаю раскололся в итоге наверное но ты поторопился лари осуждаю ох черт она вернулась быстро спрячемся за этим комодом если мы отсюда не выберемся я я люблю тебя чувак так ну блять лари ну ты нашел конечно время ага я тебя тоже люблю чел ты мой самый лучший друг в мире а ты мой приятель что такое нас спалили блять нас нашли так может это лишь пришла точно и простите что порчу момент но что это блин за место эшли ты нас до усрачки напугала я заметила о блин как же я рад тебя видеть я думал нам крышка я думал тебе нужно было присматривать за бенжинами нам папа вернулся домой пораньше так что я сразу поехала сюда простите что напугала вас я это мистер пакертон он это был он но больше нет он наконец-то обрел покой черт и пожалуйста не говорите что в колбасу добавляют это надеюсь что нет я не уверен осталась еще одна комната в которую мы не заглядывали надо пробраться туда перед тем как уйти о зацените пока мы прятались я нашел под комодом связку ключей прекрасно какой-то из этих ключей открывают вторую спальню давайте посмотрим что внутри все что угодно лишь бы выбраться из этой комнаты ну все парни и и девчонки погнали в спальню номер два вот здесь-то и хранятся все секреты мы пробрались что за я вам говорю здесь разделывают людей вот они вот они все пропавшие люди которые попали в колбасу боже мой давайте внимательно осмотрим стену ох не к добру это еще один гребаный кодовый замок так ну с таким замком мы уже встречались и здесь получается у нас да шесть цифр в прошлый раз в школе мне дико подфартило я что-то как-то вот так вот потыкал потыкал и оно сработало но здесь видимо это нам не поможет нам придется подбирать так вижу здесь висит таблица это азбука морза для кто-нибудь шарит из вас у меня от этой комнаты мурашки бегут чел и у меня прямо село мур село мурашково допустим точка 4 длинных может быть мне нужно прислушиваться здесь играет музыка ладно пойдем пока еще дальше посмотрим что здесь есть да тут просто какая-то скотобойня ну как бы и все и как бы все больше я ничего не могу ну-ка 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 может быть здесь есть души ребята тут у нас нихуя не сканируется и выйти естественно я не могу ну да получается нам нужно каким-то хером подобрать и вот здесь вот пароль мой блядь раз два три 4 5 6 7 8 9 0 я не понимаю что от меня требуется там он еще какая-то шкатулка стоит на полке блядь ну я 10 47 нет 47 не получится бирка на козе потому что здесь семерок у нас нет получается цифры от 1 должны быть до 6 что я там натыкал в самом начале ну точнее в школе может быть один и тот же пароль мне кстати хреновина есть странный металлический предмет ключи блять нихуя не подходит какой же там был пароль ну нет но но это глупо вспоминать какой там был пароль пароль кроется вот здесь вот в этих ебаных цифрах откуда что я должен знать нихуя не понимаю 234 а подождите кого то не кровавые пятна ебать далеко даже ходить не надо что здесь получается на 4 спокойно 4 потом 1 потом опять 4 и затем 2 хуй там тогда может быть 5 секунду здесь получается везде ах ты маленький ублюдок я кажется понял а не зря там азбука морзе висела получается у нас один короткий потом 4 длинных один короткий 4 длинных получается что первая цифра должна быть единица потом 4 коротких 1 длинный 4 коротких 1 длинный это у нас цифра 4 ну-ка нахуй дальше получается опять 1 и 3 коротких 2 длинных 3 коротких 2 длинных это цифра 3 ну-ка но смотрим чья там голова лари лари ну не придамах же мы мы по самые уши вляпались нужно позвать на помощь там нет костей что там нет костей одно только мясо ну я бы не сказал что это мясо это одна кожа чувак не завязывай а я говорил ребят я говорил это колбаса из человечина я же права нужно позвать на помощь ты разве не понимаешь нам никто не поможет каждый раз когда тут что-то происходит это скрывается культ люк чарли миссис андерсон как знать что еще скрывает это место мы не можем доверять копам и не можем рассказать своим родителям потому что они захотят обратиться в полицию они так и не поверили ничему что мы им рассказали да скорее всего это под прикрытием копы крышуют так что же нам делать не знаю блин с каждым разом все хуже бакертон режет людей на кусочки и и подает их теперь я буду совсем иначе смотреть на колбасу но знаете я тоже потому что что-то в последнее время его докторскую беру и она блять прям хуйной какой-то несет отвратительно ну так ну так что вы спросили почему я не ем колбасу я рассказал вам почему вы ведь так любите невероятные закрученные истории неужели расскажете что было дальше а зачем себя утруждать вы скорее всего не поверили ни единому моему слову а дальше история становится еще более невероятной к тому же вы все обрежете и выставите меня по телевидению чокнутым если расскажете нам остаток истории мы пустим ее в эфир как есть без редактуры я вам обещаю я слышал как вы упоминали имя тода моррисона еще до того как мы начали вы к нему ездили мне тут ничего не рассказывают да мы вчера снимали про него сюжет он в порядке он все еще в больнице давайте так вы закончите историю про колбасу а я расскажу вам про то да ну я считаю что по рукам окей и нам тоже интересно что ж там с колбасой то чем история все закончилась перед тем как мы вышли из квартиры миссис пакертон эш еще кое-что заметила ну-ка 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 чё это она там спалила и ребята посмотрите на это за картиной тайник блять как знал за картиной прятался какой-то мусоропровод странно в этом здании нет мусоропровода не похоже что он ведет на улицу не видно света ой щас кто-то вылезет наверное будь осторожна эш интересно куда он ведет ну естественно чё с нее взять неуклюжая провалилась эш эш ты в порядке о нет нет не может этого быть пожалуйста пусть она будет в и мы должны выяснить куда он ведет как мы что мы я полезу вниз другого выхода нет чувак нет ты сейчас не соображаешь а что если ты тоже упадешь или приземлишься на нее если она еще жива это может ее убить нет ну естественно мы прыгать то не будем нам нужна веревка ладно хорошо ты прав давай подумаем блять нас опять глючит опять осколок в голове не дает нам покоя я знаю куда он ведет что откуда неважно просто сходи за тоном встретимся в подвале в подвал ведет подождите но там ведь живет лари что происходит сал что ты увидел эш ли в порядке все будет хорошо помоги ко мне с этим за автоматом что ли что-то содержится или где квартиру уже давно никто не пользовался она в плохом состоянии но эдисон не может позволить себе ремонт на пятом этаже та же фигня это было в твоем видении сал это немного иначе работает у меня просто обостряется интуиция ладно веди нас а мы с лари поможем чем сможем заперто погоди один из ключей пакертон напоминает старые ключи от квартиры попробуй каего ой а точно а я совсем про них забыл прекрасно так у нее здесь вообще какая-то потайная лаборатория получается есть здесь ничего нет дай мне минутку чтобы осмотреться часа ли все найдет ну-ка я нашел устройство что-то блять здесь должно быть это какой-то рычаг или что-то может быть отодвинуть у нас еще есть опять же спальня 1 спальня 2 и кухня это слизь зеленая наверняка там привидение по ночам вытекает ковер порван в этом месте похоже на на что это похоже что-то кто-то неаккуратно передвигал кровать ребята идите сюда взгляните что это нашел люк чувак должно быть здание есть незадокументированный подвальный этаж он точно не указан в чертежах что я встречал возможно старый погреб или нечто подобное понятия не имел что он тут есть третий ключ из квартиры миссис пакертон подходит к двери а еще наверняка там внизу мусоропровод мог везти только сюда что ж пора спускаться бля жутко слушать я бы на месте салахер туда полез пусть даже если бы туда двери шупали как говорится спасение утопающего это дело рук их самих поэтому не надо минут ебать где мы нос выглядит хреновенько потрясающе этой архитектуре как минимум несколько веков несколько веков кровавого сатанизма жистяк какой-то все покрыто плотным слоем пыли а это скорее всего означает что здесь уже давно никто не обитает понадеемся что зловещая история этого места осталась в прошлом слушайте ну вот все сходится где-то здесь наверное должен обитать тот самый демон с красными глазами да уж что ж нам нужно как-то пройти через ворота на виду нет никаких очевидных механизмов запускающих большие ворота должно быть они встроены в стены весьма вероятно что устройство управляющие вратами скрыто нам стоит разделиться и обыскать комнату ну вот я вижу на полу здесь у нас пентаграмма ее нужно вращать да чтобы все вот эти вот линии то сошлись и как бы и все лари нашел что-нибудь вот и нафиг здесь все эти пики и шагу блин не сделаешь ни уколов палец обосраться как больно лари ну ты дружище давай кто поаккуратней древняя книга в кожаной обложке на которой изображена птица в кругу текст написан на другом языке так что я не могу его прочесть некоторые страницы рашены кровью а нижняя часть самой книги обожжена когда дотрагиваюсь до нее у меня начинает кружиться голова словно от нее исходит какая-то странная энергия но в таком случае мы не будем ее трогать так что это за зеленый презерватив а это бутылка это лампочка вообще вот так понятно допустим но лампочка наверное пригодится тоду он же там шарит во всем куда-нибудь ее вставит найдет применение так спокойно здесь у нас еще есть люк пики древняя книга в кожаной обложке с изображением козьей головы текст написан другом языке страницы пахнут гнилой плотью у меня от этой книги сильное дежавю что странно подождите ну все сходится да получается нам нужно на пику поставить лампочку все сходится мы ведь находили в кабинете в столе у училки череп птицы козью голову голову мы нашли все она кого-то призывает здесь немного странно что в подобном месте есть лампочки должно быть их установили позже но конкретно эта зеленая лампочка особо привлекает внимание никогда раньше таких не видел а как ее включить очередная загадка я не нашел выключатель хоть и осмотрел все вокруг я знаете что думаю что нам нужно наших пацанов поставить вот сюда вот они должны на эти плиты наверное встать и что-то будет здесь перемещаться но в любом случае вот сюда вот лампочку мы сейчас захуярим давайте это мы сделаем это лампочка сделан да из очень плотного стекла как бы теперь стало все симметрично что у нас еще так у нас есть странный металлический предмет может быть время его использовать вот здесь вот здесь что-то должно происходить нет это не работает ключи до сих пор у нас лежат в инвентаре но вряд ли мы здесь что-то с ними сможем сделать так 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 активность проявилась ну-ка включили лампочку ну сейчас мы значит включим еще одну да будет свет я вам точно говорю вот эту вот херню на полу нам нужно будет вращать как пить дать ого чувак те мелкие обелисковые хреновинки только что увеличились ты только глянь ага вижу а еще я спалил здесь рычаги пробуем это видимо крутить середину хорошо если мы будем крутить только центр то ничего хорошего блять из этого не выйдет но почти почти чуть-чуть значит мы один разок крутанем внешний круг ах ты сука уже что-то так я понял нам скорее всего нужно сначала настроить центр твою мать гениально вот ворота и открываются нам нужно чтобы кто-то один наверно стоял на этой платформе потому что я уйду и ворота закроются нет нет да да чувак ты что до сердечного приступа меня довести хочешь я чуть штаны не наложил от страха так пацаны кому-то придется остаться прости я сумел на секунду приоткрыть врата но рычаг не желает держаться на месте тот можешь постоять на этой платформе мы с лари пойдем искать эш а ты позаботишься чтобы нас не замуровало да конечно могу готов нет ну аж где-то там так что погнали поосторожнее там ребята не хочу тут еще кого-то потерять я никогда в жизни не поверю что никто не знал о существовании такого подземелья под жилым домом тут два прохода нам стоит разделиться я боялся что ты это скажешь чувак у нас выбора нет эш может быть где угодно и почему со мной все время происходит такая бабуня я теперь играю за лари окей ну салли пошел туда тогда мы пойдем вот сюда вот здесь наверное лари и встретит свою смерть ну я думаю что он погибнет потому что в прошлых сериях мы видели его призрака ёпт да это место просто лабиринт какой-то так вот эта хренатень должна будет выехать и собственно это тоже у нас здесь два три три прохода ну зайдем в первый чтоб не запутаться зайдем в первый блядь интересно я все правильно делаю или нет походу нет я оказался в самом начале я оказался в самом начале значит мы еще раз заходим сюда получается в первую дверь потом мы заходим вот сюда и здесь мы зайдем во вторую так спокойно это мы получается вышли ёпт твою мать сколько тут головоломок так отсюда мы появились сюда я зашел это не работает зашел сюда оказался в самом начале получается мне нужно зайти вот сюда и я оказался как бы на второй стадии ёпт твою мать ну это пиздец какой-то может быть вот эти пики и шипы внизу экрана как-то мне должны подсказывать куда я иду ну вот смотрите пика валяется она как бы указывает лари иди сюда хорошо походу она мне наебала вообще не сюда надо было и здесь мы начинаем в самом начале хорошо если мы зайдем в третью дверь в третью арку если быть точным то мы как бы оказываемся в самом начале а нет подождите-ка здесь вообще нихуя нет и я оказался на второй стадии твое мать мне нужно еще раз с самого начала вот получается мы в самом начале идем в третью арку где вообще ничего нет заходим вот сюда во второй проем здесь тоже ничего нет блять я понять не могу я нахуй правильно делаю или нет куда-то пришел я не знаю что творится вообще в этой игре с головоломками я каким-то чудесным образом периодически их прохожу просто наугад на ощупь мне это нравится ну вот еще одни ворота как мы их будем открывать допустим ой блять надо разобраться как открыть эти дурацкие ворота предметы у нас есть зажигалка у нас есть камень странный камень который я подобрал с земли в нем ничего особенного он просто показался мне прикольным поэтому я его забрал но он нам пригодится так а зажигалка старая зажигалка отца она всегда казалась мне дико крутой не знаю зачем я ее с собой таскаю я на нее почти не смотрю наверное мне просто нравится хранить частичку отца рядом окей я так понимаю что камень камень нам пригодится для того чтобы мы положили его на одну из платформ вот например сейчас я должен наверное сюда положить камень получится что все платформы сука не все так попробуем нихуя да сука не может она не наступать еблан стой вот так так а вот если я уже на нее наступил и сейчас попробую камень нет это не работает блять а че не так то надо разобраться как ну так разбирайся ну ключ карта конечно вряд ли здесь поможет зажигалка тоже и камень тоже нихуя может быть и выйти то я не могу уже да отсюда то есть все что мне нужно оно имеется у меня оно есть у меня в карманах в руках и собственно здесь нет ну блять ну я же должен я же должен наверное как то камень использовать правильно да заебал ты с этой хуйней ты можешь ее нахуй закрыть блять на пробел еще не активируется когда я стою на платформах может быть камень я должен прям на определенную платформу положить и собственно когда я буду стоять на ней он тогда и станет активным блять ну что за ебала это пиздец это просто какой то пиздец я ходил минут пять десять наверное я просто нахуй это вырезал я ходил по этим плитам и вдруг каким то чудесным образом они оказались я понял я понял что нужно их опустить но логично у меня есть камень я должен блять положить на плиту чтобы другие не понимались нет ой блять ладно дверь открылась продолжаем вы че блять охуели что ли я теперь должен засали вот этой хуйней страдать вы че блять издеваетесь надо мной что ли я в первый раз это наугад сделал так ну вот получается так здесь у нас еще одни шипы здесь получается три но шипы меня ни к чему не привели правильно нужно идти наоборот хорошо ну ка попробуем попробуем зайти в первую дверь так это не работает может сюда да смотрите ка здесь у нас ничего нет так а ну ка еще здесь есть у нас че по идее же должно быть три двери да получается я зашел в первую вышел так из второй пойдем сюда да так здесь где я шипы блять это нам не надо и я оказался в самом начале шипы так подождите секунду секунду получается вторая вторая здесь мы заходим сюда так ага и получается теперь в эту мне нужно зайти да да смотрите пока все правильно сука и не там вышло я оказался в самом начале твою мать хорошо не без паники сейчас все будет заходим вот сюда хорош дальше здесь потом вот сюда я заходил нет здесь я не был вот и тут получается налево пойдем блять ну если сейчас опять будут плиты я буду точно так же просто бегать по ним и все древняя книга с деревянной обложкой в ней высечен черный круг сделанный из другого вида дерева хрупкие страницы покрыты нарисованными символами я не могу их разобрать но от них становится горько во рту ну да опять плиты хорошо пробуем я не знаю как это блять хуйня а подождите надо наверное сначала к двери подойти чтобы как бы ее обозначить может быть даже учитывая что мы играем за сали здесь как-то что-то по-другому будет работать нет а может быть может быть странный металлический предмет сюда не подходит ну вот она дверь их нужно открыть хорошо занимаемся той же самой ебаниной я не понимаю что блять не так то есть ну вот смотрите 4 4 блять плиты они все они уже вдавлены нахуй практически находятся в центре ядра земного вот последняя я на нее встаю какого хуя остальные поднимаются объясните мне зачем они это делают ну ты посмотри блять она издевается надо мной ой блять то есть ебанин это в чем заключается я не могу например наступить на самую крайнюю потом аккуратно просто обойти сбоку и на другую на другой край наступить я так не могу я именно хожу по ним по порядку ну блять ну как это должно работать то ну вот ну опять ну опять я прихожу к тому же самому блять а как у меня до этого то получилось я вообще ничего не понимаю блин блять я я промолчу в этот раз но мое мнение вы знаете какой мудак вообще придумал эти головоломки ладно там где пароль надо было подбирать это действительно было интересно нужно было быть просто внимательным вот и вовремя думаю чтобы открыть врата нам нужно одновременно потянуть эти рычаги Видимо, мы прошли по большому кругу Комната за вратами Самый центр этого места Это последняя комната Эш должна быть внутри Ну все, дергаем Раз, два, три А? Все, все, я вижу этот шестиугольник Вот, что нам нужно было Хм Думаю, это странная шестиугольная штуковина И стала миссис Пакертон некий ключ Ого И что там? Давайте-ка посмотрим Эшли Пресвятые яйки Ну и выражение у тебя, Ларе Давайте, наверное, тут покопаемся Эшли где-то здесь должна быть Еще один постамент для книги Но на этом ничего не лежит А у нас-то и книги никакой нет Сущностей тоже мы тут никаких не видим А сколько, Эш, здесь провела времени? Я вроде как старался сделать все быстро Но я к тому, может, она уже... Вот она, вот она Эш! Эш, ты в порядке? Эш! А она что? Она все еще дышит? Давай, помоги мне ее поднять А-а-а! Она очнулась! Что-что происходит? Где? Где мы? Чувиха, ты свалилась в долбанный мусоропровод Я думал, мы тебя навсегда потеряли Я рад, что мы тебя нашли Ты в порядке? Кажется, да Просто в голове туман И тело болит Но хоть кости не сломаны По крайней мере, мои Хм, блин, Эш, не поверишь Через что мы прошли Чтобы тебя найти И все благодаря Салли У него получилось У него случилось очередное видение А потом мы нашли старую дверь в подвал А потом спустились под длинной жуткой лестницей А потом нашли долбанутый культистский храм Или что вообще было А потом наткнулись на кучу загадок Ловушек, лабиринтов А потом тот Тот держит для нас открытыми главные ворота Нужно к нему вернуться Ой, как сложно это все переварить Поверить не могу, что нечто подобное находится прямо под апартаментом Спасибо, что пришли за мной Не знаю, что бы я без вас делала И все, что ли, на этом? Очень странно Как мы поступим? Миссис Паккертону убила целую кучу людей А колбаса... Нельзя же на это просто забить Определенно нельзя Судя по тому, что вы рассказали мне О внутренних комнатах храма и квартире миссис Паккертон Весьма вероятно, что и она оказалась поглощена оккультизмом Хоть братство и распалось много лет назад Она могла просто наткнуться на эту дверь, как мы сами Или, возможно, она, его последний выживший член И теперь пытается самостоятельно завершить их планы Какими бы они ни были Ты же не думаешь, что она пытается возродить красноглазого демона? Надеюсь, что нет Но если это так, мы будем готовы Блин, мы должны ее остановить И желательно до того, как это произойдет Знаю, что идти в местные органы не вариант Возможно, стоит связаться с полицией, штатой или ФБР В этот раз наши родители хотя бы не смогут отрицать происходящее Они помогут нам, когда мы покажем им, что находится под этим зданием И чем занималась Паккертон Ты же права В этот раз стоит привлечь наших родителей А может, стоит просто ее убить? Чего? Миссис Паккертон Может, просто стоит ее убить? Она старая, так что ничего сложного Мы не можем просто взять и кого-то убить, Ларри Тогда мы станем ничем не лучше ее Обычно я бы имел возражения против причинения кому-то вреда Но в данном случае Ларри, возможно, прав Тодд! Ларри! Ребята, вы серьезно? Подумайте обо всех странных необъяснимых событиях Которые произошли в апартаментах Эдисона и вообще в Мохфеле Чем больше я об этом думаю, тем меньше мне кажется, что миссис Паккертон работает в одиночку Наверняка ей помогает кто-то со стороны Это объясняет, почему полиция скрыла подробности убийств Чарли и семейства Холмс Неясно, как далеко расползалась эта гниль Проклятие! Это ведь логично! Сал, ты сегодня уже говорил о чем-то подобном? Не знаю, возможно, в этот раз нам и правда придется справляться самим Возможно Знаете, самые серьезные проблемы обычно подростков Всякие мелочи вроде популярности и красивой прически Но у нас-то все иначе Нам, видимо, нужно волноваться о спасении мира Да, именно об этом Ну а че старуху бы завалили втихаря и все? Никто бы даже не заметил Так что же произошло? Мы решили, что утро вечера мудренее Оно как раз уже почти наступило и все ужасно вымотались А учительница? Что в итоге вы решили? Пошли в полицию? Нам не пришлось этого делать Как оказалось, тем самым вечером Паркинтон попала в аварию по пути домой И она и второй водитель погибли при столкновении Ого, как удобно Ты это на что намекаешь? Если не верите, можете сами поискать информацию На следующий день первую полосу газеты украшал заголовок Всеми любимая учительница Нокфилл Хай убита пьяным водителем Но, конечно, вы ничего не найдете о трупах в ее квартире Или о том, что она кормила учащихся человеческой плотью Это все скрыли Понятно Мне плевать, если вы мне не верите Это правда, а вы обещали пустить в эфир полную историю Не переживайте, Солана выйдет полностью Я всегда держу свое слово А еще думаю, что зрителям будет очень интересно вас послушать Сейчас за вами все наблюдают Вы говорили о своей подруге Эшли С небывалой теплотой И, я так понимаю, вы с ней были очень близки Вы даже считали ее одной из своих лучших друзей Как и Ларри Джонсон с Тоддом Моррисоном Верно? Да А это вы видели? Что? Что такое? Убийца Салли Крамсали Сегодня состоится суд по делу массового убийства В том числе всей его семьи Источники сообщают, что обвинитель вызовет Эшли Кэмпбелл Для дачи показаний против Салли Крамсали Кэмпбелл – давняя подруга Салли Крамсали Говорят, они были очень близки, когда учились в старших классах Что за нахуй? Ему пустили грубую мужскую слезу А что с Тоддом? Вы обещали рассказать мне про Тодда? Точно, конечно Вчера мы снимали сюжет про Моррисона Он до сих пор в больнице после произошедшего той ночью Он все еще вне себя Не восприимчив, не разговаривает Так что мы не сумели с ним пообщаться И в основном вели диалог с его доктором Мне жаль Сал, но судя по всему Моррисон не идет на поправку На самом деле его состояние становится только хуже Говорят, что ущерб, который был нанесен ему той ночью Необратим Он не отличает выдумку от реальности И только ее хочет, что умереть Когда ему отказывают смертью Он начинает вести себя невероятно агрессивно Я... Я должен ему помочь Я должен как-то ему помочь Даже доктора и квалифицированные специалисты Не смогли помочь Тоду Как же вы сумеете это сделать? Я знаю правду Я знаю, что произошло на самом деле Я знаю, что не так с Тоддом А что с ним не так? Он под тяжелым... Господи Он под тяжелыми наркотиками? Или что с ним не так? Ммм... Красные глаза Где-то я это уже видел И мы получаем достижение сыт по горло Это получается Третий эпизод Финал Пройден И начинается четвертый Почему наша гитара вся в крови? После того, как мы всех перелопатили Решили дать соло Я... Я встал Я уже встал Окей Тогда валим отсюда На самом деле Ни хера мы не встали Это нам все снится Первая Вторая Третья Четвертая И пятая Заколочена Ой-ой-ой-ой Я понял, почему ее заколотили Ебать, сколько тут символов Окей, в четвертую мы не попадем В третью В третью можно Надо было еще... Я на... В разар? Чего, блядь? Я была сломлена, пока он не нашел меня Раздробленные потери На, а потом он посмотрел на меня И увидел насквозь Будучи брошенными всеми остальными Спустя годовы невидимости и слышимости Он увидел меня И мы полюбили друг друга Все было идеально Пока не развалилась вновь И теперь осталась Лишь боль Так, ну и мимо нее Мы спройти не можем А с этой стороны у нас что? Блядь, как вас запомнят? Какая-то зигзагообразная И снежинка Допустим Это у нас было в третьей Зигзагообразная И снежинка Ну-ка, ну-ка, ну-ка Ну-ка Получается третья, да? Вот здесь Вот зигзагообразная И... А снежинки у нас нет Ну, значит, пусть будет третья Вот такая зигзагообразная Потому что мы нашли это за третьей дверью За второй что у нас? За второй у нас... Блядь, головы Что мы сделали, чтобы заслужить эти муки? Они хотели поглотить всех нас Ничто не могло остановить их Обжигающие огни богов померкли Их бдительные очи Обратились ужасающими криками А потом все исчезло по тебе Так, ребят, ну вы, может, мне Какие-нибудь символы это подскажете, нет? Треугольник и буква Ф Во второй двери Треугольник и буква Ф Давайте посмотрим Есть у нас здесь что-нибудь подобное Есть, да, вот такой треугольник А буквы Ф нет Значит, оставляем Треугольник Ну и, в принципе, первую Я думаю, мы сможем Тупо подобрать Культа Нам нужно точно знать Кто здесь обитает? В дверь постучали, и я вновь прозрел Я вновь стал собой Внезапно оно овладело мной И свобода обернулась иллюзией Я был вынужден наблюдать Узник собственного разума Я делал ужасные вещи Непростительные Но все мы делаем Что-то непростительное Такое случается Н и треугольник По-моему, кстати, Н я там видел Наверное, это то, что нам нужно Да Все, дверь должна открыться Только какая? Какого хуя-то заперто? Ну-ка, там еще же треугольник был Может быть он Очень-очень странно А может быть здесь Наоборот Ну, хотя нет Здесь зигзагообразно Я не вижу Хотя нет, есть А если вот сюда Н поставить? Вот так вот Может что ли? Тоже заперто Да вы что, блядь Издеваетесь, что ли, надо мной? А в какой последовательности Должны стоять все эти символы? Н-треугольник Ну Первая дверь Н-треугольник Дальше Треугольник Ф Ну-ка, ну-ка, ну-ка Может быть А Ф есть здесь? Может вот так? Твою мать В третьей двери Еще раз Ну Снежинки нет никакой Это бред Я все правильно Выставил Хоть тебе надо-то? Может быть Вот это вот Ебанинь Не знаю Правда Почему Да куда ты, блядь Ее перелистал? Я ебал в рот Все вот эти вот Головоломки Это просто какой-то Пиздец Будем думать В следующей серии Если будет опять Такая же ебала И все Нахуй До свидания Солифейс Подписывайтесь на канал Комментируйте Ставьте лайки Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok